Ну, когда же я им займусь, а? Чудо техники, полетаем? А это любимый, хайп! Всем привет, вы на моем канале Бегак ТВ, я Александр Бегак и так далее, и тому подобное. Короче, почитайте про меня, если кто первый раз зашел, а кто не первый раз. Напишите какую-нибудь гадость, что ли, или хорошие, замечательные слова. Всем желаю хорошего настроения, хороших выходных. И прежде чем я буду рассказывать, что у нас происходит, как идут дела, подпишитесь на канал, кто этого еще не сделал, поставьте лайк. И я вот все думаю, как изменить канал, чтобы он стал более интересным. Напишите в комментариях, вы что думаете на эту тему, чего не хватает. Полетаем! Друзья, как я вам и говорил, мы сделали лопасти. Друзья, кстати, вы абсолютно правильно заметили, вот эти лопасти, это абсолютно брак. Естественно, все будет переделаться, потому что вот эти лопасти, ну, пока отработает, ну, наверное, показывать не стоило было в камере, но мы показываем, как есть. И они должны быть хотя бы вот такого качества, как вот эти сделаны. Ну, здесь без лака, то есть вот это тоже мы делали, эти лопасти. Так что я думаю, что мы доведем до идеала, сделаем правильно, и этот брак будет устранен. Так что спасибо, спасибо, что блюдете за нами. Можете посоветовать, как лучше делать. Это, кстати, будем благодарны тоже. Они выглядят не идеальными, но они достаточно жесткие, качественные с точки зрения, ну, жесткости. Используем для их склейки мы вот такой материал. Это эпоксидная смола с микросферой. Микросфера немецкая, ну, она не самая лучшая. Но самое главное, что лопасти теперь по 75 грамм. Я все-таки думаю, что мы их сделаем по 60 грамм. И дело в том, что именно эти лопасти надо теперь исследовать. Потому что предыдущие лопасти, которые я вам показывал, я как бы напоминаю, это вот такие, напечатанные на 3D принтере. Кто не смотрел, можете посмотреть ролики про матрицу, ну, они вот недавно выходили. И там было рассказано, как сделать вот такую матрицу и вот такие напечатанные лопасти скопировать. Они как сопли, такие очень мягкие. И вес их 125 грамм. Эти у нас лопасти имеют приличную жесткость. Не знаю какую, мы ее не проверяли пока. И весит 75 грамм каждая. Собственно, это важный момент для того, чтобы мы могли собрать авторотацию на нашем дроне. Нам нужно кое-что испытать. Вот так вот. Вот. И кто еще не видел, я хотел напомнить, что я занимаюсь сборкой FPV дрона. Хочу сделать свой, вот такой, похожий на ракету. Я думаю, это будет прикольно. Назвали мы его Starship. Звездный баран. Думаю, что это как раз и даст возможность поэкспериментировать с очками. Кстати, я вам сейчас покажу несколько очков, которые у нас есть. И хотел узнать мнение специалистов, которые этим занимаются. Потому что я только вхожу в эту систему, не могу сказать, что я специалист. Ваше мнение об этих очках и как они, какие более эффективны. Потому что я выяснил, что есть на аналоговой связи передачи видеосигналы. И есть цифровая. Цифровая DJI. Просто сумасшедшее, обалденное качество. А аналоговые, они более надежные. Ну, как мне сказали, как я почитал, посмотрел ролики, почитал всякие посты. Они более надежные. Вот хотел бы узнать ваше мнение. Вы какие очки посоветуете? Аналоговые или все-таки цифровые? Я сейчас буду разбираться, какие у меня все-таки есть в наличии. Серега, я тебя позвал, знаешь зачем? Будем опять что-то делать? Нет, сломать. Работать? Нет. Друзья, смотрите. То, что мы с серым сейчас вот так одновременно. Короче, улыбайся. Суть такая. Ладно. У меня есть три взятых у друзей. Как они называются? FPV очки. Очки. Да. Значит, Кобра. Это как называется? Машин. Машин какой-то. А это открой. Что это такое? Вот. И я хочу разобраться, что это за такое. Я понимаю, что сегодня я не все разберу, но хотя бы по удобству. Но, ой, какие красивые, модненькие. Гоглайз какой-то был. Денис. Господи, безграмотные. Что ты там видишь? Сюда. А ну, подержи, я померю. Технически. Надержи. Так. Стоп. Извиняюсь, что я убрал кадр. Смотрите. Вот эти очки, в принципе, кажутся более удобными. Только пока ни черта не видно. Прикольно. Так. И они разборные, судя по всему. Так. Это первое. О, эти тоже, смотрите, какие. Такого же плана. А, это съемная тоже площадка, да? У них у всех экран съемный? Надо будет разбираться. Давайте раскунемся. Друзья, я пока чисто так по эргономике. Ну, эти и на ребенка. Потому что у меня рожа лица такая отъевшаяся. И я не... То есть, очки машин очень маленькие. Они маленькие, да. Они выглядят маленькие. И кобра, на память. Ой, кобра вообще какая-то детская. Ё-проста. Здесь чего-то не хватает, как будто бы. А, ремешков. Много чего, много всяких кнопочек, но... Честно говоря, не впечатлила кобра. Тебе как? Ну, я пока не мерил. Ну, померь. Так. Ну, на кобре, как минимум, нету... Ну, экрана. На крайней мере, я не вижу. Ну, они есть. Есть, вот они. Есть коробочка. Это приклеивать. А здесь все в комплекте. Ну, если так... Ну, вот тебе-то размер-то нормально. Для тебя размер будет... Ну, по дуге... Ну, пока, кажется, большевата, но нужно проверять. Так. Друзья, пока мы мерим так. Понять. Машины. Машины. Ну, они смотрятся серьезнее, кстати, со стороны. Они смотрятся серьезнее, но... Неудобные? Не пойму. Хотя нет. Вполне. Здесь... Но мне они чуть-чуть маловато, да. Уплотнители немножко неэргономичные. Они просто налепленные. Ну, просто... Ну, они мягенькие такие. В принципе, это ничего. Ну, и вот эти, по-моему, более-менее. Ну, вот эти, да, более-менее, кстати. Ну, я вот не знаю, как тебе сидеть. А, нет, я скажу так. Вот эти больше врезаются в лицо. Да? Потому что, да, здесь площадь контакта маленькая, узенькая. Она прям чувствуется, как она вот ими именно вот прям вдавливается. Ну, и, конечно, не диджай. Диджай говорят, что вообще удобно. А вот эти очки, они, хоть и здесь и широкая... Ну, это машина, да? Широкая, да. Она более мягкая ложится на лицо, и ты ее практически не ощущаешь. То есть, в процессе работы лицо уставать не будет. Ну, друзья, я вам, честно скажу, еще вот по таким моментам. Смотрите, помимо того, что здесь удобство, здесь экран, как бы, кажется, побольше. Я не знаю, как это будет живое, но экран явно не 16 на 9. Это обычные, значит, аналоговые очки. И вот здесь, вероятнее всего, можно цифру 16 на 9 поставить вот в этом. Ну, и видно, что здесь может быть цифра. Ну, и вот эта кобра, по-любому, точно, а я не знаю. Нет, сейчас об этом говорить рано, нужно изучить их поподробнее. И тогда уже снимать полноценный обзор на каждые пару этих очков. Друзья, я обещаю, что в ближайшее время мы поизучаем их поподробнее, посмотрим специалистов, может быть, позвоним кому-нибудь. И когда сможем подключить и попробовать, хотя бы так, мы сделаем отдельно на каждой очке фрагментики в нашем сюжете, да? Да, да, так и поступим. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Я продолжу заниматься тем, чем занимаюсь. А вы отдыхайте, сегодня суббота. Завтра будет интересно. Пока.